Всем привет! Это Аудиомания. Меня зовут Максим Наумов и мы находимся в большом шоуруме на барабанном. Сегодня я расскажу о новых аксессуарах Cold Ray. Cold Ray – европейский бренд, под которым производятся аксессуары для Hi-Fi. Легендарные антирезонансные конусы, фрактальные диффузоры, стойки для компонентов и акустики – все те вещи, которые помогают улучшить звучание любой, даже очень качественной системы. Первым продуктом Cold Ray, сделавшим бренд всемирно известным, стали антирезонансные конусы, разработанные совместно с датскими учеными из университета Ольборга. А стойки для акустики Cold Ray оказались настолько удачным продуктом, что в линейке компании появились специальные версии, разработанные по заказу акустических брендов PenAudio и ArsLab. Сегодня мы познакомимся с новым направлением развития Cold Ray, которое появилось в 2017 году линейкой фирменных кабелей. Все кабели изготавливаются из качественной меди высокой степени очистки, производящейся в Германии. Медь используется либо в чистом виде – это кабели серии CU, либо с серебряным покрытием – кабели серии AG. Производство кабельной продукции Cold Ray находится в Швеции. В настоящий момент линейка кабельной продукции Cold Ray охватывает все ключевые соединения. Аналоговая и межкомпонентная, подключение акустики и подключение питания. Таким образом, используя кабельную продукцию Cold Ray, вы сможете оснастить стерео- или кинотеатральную систему практически любой конфигурации. Начнем с акустических кабелей Cold Ray Loudspeaker Line. Они имеют два проводника сечением 2,5 квадратных миллиметра. Это кабели круглого сечения, когда жилы, имеющие индивидуальную изоляцию, уложены внутри общей изоляции, обеспечивающей защиту от любых внешних воздействий. Внутри кабеля есть демпфирующее наполнение натуральной хлопковой нитью, позволяющие существенно погасить микрофонный эффект. Готовые кабели Cold Ray Loudspeaker Line для максимального удобства выпускаются в диапазоне длин от 2 до 4 метров с шагом в 50 сантиметров и комплектуются акустическими разъемами типа банан. Фирменные акустические разъемы Cold Ray банана изготавливаются из бериллиевой бронзы и имеют 3 различных версии. Gold для чисто медных кабелей Loudspeaker Line CU, Silver для посеребренных кабелей Loudspeaker Line AG. И позолото, и посеребрение наносятся без применения никеля, негативно влияющего на качество звучания. Разъемы Gold и Silver паяются на кабеле Cold Ray на производстве в Швеции. А для любителей самостоятельной сборки кабелей предлагается третья версия разъема Cold Ray Banana. Он производится в позолоченном исполнении, имеет алюминиевый корпус, а кабель в нем легко фиксируется с помощью винтового зажима. Пайка при этом не требуется. Особое внимание я бы хотел обратить на конструкцию фирменных разъемов. Все они выполнены по технологии Low Mass и имеют минимально необходимое количество металла. Таким образом, без потери качества контакта обеспечивается максимальная нейтральность самих разъемов в плане их возможного влияния на звук. Сетевые кабели не менее важны, чем акустические. Они обеспечивают поступление энергии в достаточном количестве и выступают в роли естественного фильтра, гасящего помехи, поступающие из электросети. Это может дать заметный прирост качества звучания. Пользователи отмечают улучшение баса, повышение детальности и более четкую стереокартину. В сетевых кабелях Cold Ray Powerline, так же как и в акустических кабелях, сечение проводников составляет 2,5 квадратных миллиметра. В серии Powerline CU используются проводники из качественной бескислородной меди, а в серии Powerline AG – из бескислородной меди с посеребрением. В соответствии с требованиями электробезопасности, они имеют надежную двойную изоляцию из ПВХ. Помимо трех токопроводящих жил, внутри кабеля присутствует наполнитель, обеспечивающий внутреннее демпфирование, и стальной тросик, отвечающий за дополнительную механическую прочность кабеля. Кабель имеет высококачественную прямую евровилку с заземляющим контактом и разъем IEC, подходящий для большинства Hi-Fi и Hi-End компонентов. Для удобства установки компонентов, кабели Cold Ray Powerline предлагаются длинными 1,5 и 2 метра. Межблочные кабели Cold Ray Interconnect Line AG – самые сложные и высокотехнологичные из всей линейки. Они изготавливаются только из посеребрённой меди по технологии Tube Technology, в которой проводник на вид на тефлоновую трубку, что позволяет снизить скин-эффект. Для защиты от помех оба проводника кабеля имеют индивидуальную экранировку алюминиевой фольгой. Внутри кабеля присутствует нейлоновый наполнитель для механического демпфирования. И стальной тросик, повышающий прочность на разрыв. Кабели Cold Ray Interconnect Line AG производятся в двух версиях. Балансные с разъёмами XLR и небалансные с разъёмами RCA. В первом случае используются высококачественные разъёмы производства известной швейцарской компанией Neutrik. А во втором – не менее качественные разъёмы Cold Ray RCA. Разъёмы Cold Ray RCA выполнены по технологии Low Mass, они имеют позолоченные контакты и алюминиевый корпус с цветовой маркировкой. Применение кабелей Cold Ray Interconnect Line AG позволяет повысить разрешение, сделать звучание более энергичным и выразительным. Они рекомендуются для работы в системах высокого класса качества. Размерный ряд межблочных кабелей охватывает диапазон от 50 см до 2 м с шагом в 50 см. А для подключения сабвуфера можно использовать как готовые кабели, так и купить кабель в нарезку необходимой длины. Важно заметить, что все кабели Cold Ray можно приобрести произвольной длины в нарезку. Также в продаже доступны фирменные RCA разъёмы и разъёмы типа BANAN для акустического кабеля. Использование кабельной продукции Cold Ray позволяет ещё больше раскрыть потенциал вашей аудиосистемы и улучшить её основные качественные характеристики – разрешение, динамику, звуковую картину. Поскольку любая аудиосистема индивидуальна, мы рекомендуем производить тестовое прослушивание, для того, чтобы правильно выбрать подходящий кабель. Это бесплатно для клиентов Аудиомании. Более подробную информацию и фотографии вы можете найти на нашем сайте audiomania.ru и в описании к этому видео. А у меня на сегодня всё. Пока! Субтитры подогнал «Симон»